Передышку между напряженными буднями мы ждем как манны небесной, начиная с детского сада и заканчивая выходом на пенсию. Но каждому знакомо это дурацкое чувство, когда выходные закончились, а ты так и не отдохнул. Ничего не сделал из запланированного, а протупил, и теперь придется отложить дела еще на неделю. Или же наоборот, переделал кучу всего важного, а отдохнуть-то как раз и забыл. Жизненно, не правда ли? Добро пожаловать на тыл блогнет. И сегодня ты увидишь там 10 худших способов провести выходные. А пока короткая рекомендация. Би-Кью представляет серию смартфонов Би-Кью Мэджик. Новейший восьмиядерный процессор, мощная батарея, яркий безрамочный экран, бесконтактные платежи. Би-Кью Мэджик создан, чтобы впечатлять. Промокоды ссылка в описании. Десятое место. Убираться дома. Конечно, от этого дурацкого занятия никуда не деться, если ты еще не отрастил дзен до колен, чтобы спокойно жить в сраче. Хотя, если живешь не один, а с девушкой или родителями, они-то как раз и не позволят тебе лежать пузом кверху на диване, пока драют хату. А если честно, удивлен, что этот вариант занял последнее место. Терпеть не люблю убираться. Даже если по мелочи разгрести бардак, протереть пыль, пропылесосить и помахать шваброй, все равно пару часов это займет. А уж если генерались по полной к празднику или приезду гостей, то теряется целый день. Но лучше уж прибраться в выходные, чем заниматься этим по вечерам в будни. А то у моей мамы есть привычка прийти с работы, приготовить ужин, а потом намывать кухню до поздней ночи. Или после вечернего душа надумать вымыть всю сантехнику. Я, к счастью, или к сожалению, таким героизмом не страдаю. Девятое место. Уехать к родственникам. С одной стороны, это круто. Меняешь обстановку, общаешься с родными людьми. Не надо ничего делать по дому, плюс обычно в гостях можно похалявить на всем готовеньком. Но это если повезло с родственниками. А то у моего знакомого есть бабуля. На вид божий одуванчик, но общаться с ней крайне тяжело. Она говорит без остановки, пересказывает сюжеты российских сериалов. Или сплетничает о своих подружках, соседках, их дочках, дятьях, сватьях, заловках и прочих покемонов. Но главное не заговорить о своих болячках, потому что у бабки их 100% больше. И она часа на два будет заливать, как отвратительно себя чувствую. А еще родственники любят обсудить твою учебу, личную жизнь, внешний вид. И, кажется, специально выбирают темы, которые неимоверно бесят. Некоторые припахать с помощью не стыдятся. Например, чтобы ты на правах старшего присмотрел за их малыми детками. И уезжаешь в итоге не отдохнувший, а выжатый как лимон. Восьмое место. Просидеть дома. Можно, конечно, никуда не ездить, ничего не делать и вообще против ленить. Иногда это идеальный отдых. Серьезно. Просто лежать, жевать вкусняшки, втыкать в ютубчик или сериальчик. Но хорошо на это потратить только один день. А если все выходные тупить, то потом вдвойне тяжело идти на учебу или работу. Причем, чем больше отдыхаешь в режиме лениться, тем меньше восстанавливаешь свои силы. Хочется продолжить чесать свой кокоджамбо, параллельно харкая в потолок и очень сложно вернуться в рабочий ритм. И довольно обидно, когда потом твои одноклассники, одногруппники или коллеги делятся впечатлениями. Куда ходили, что делали, а тебе сказать-то нечего. Обещаешь себе, что вот на следующих выходных уж точно не будешь сидеть в заперти. Ну а наступает суббота и ты снова изображаешь тюленя. Нормально, говорю, все. Знакомо? Седьмое место. Проспать. Это еще более жесткая версия предыдущего варианта. Ладно, хоть видосы смотрите, это прикольно и можно узнать что-то новое, но просто спать полный трэш. Я лично так не умею, но есть люди настоящие сони. Если их не будить, спать будут безостановочно. Поели, поспали, поспали, поели. Вот и выходные пролетели. К сожалению, выспаться наперед не получается никогда. И все равно в будни с утра тяжело вставать, даже если ты все выходные безостановочно дрыг. Поэтому крайне жалко тратить драгоценное свободное время на сон. Достаточно просто встать чуть позже обычного. Например, часов в 9-10 вместо 6-7. Или я не прав, если ты не поспишь хотя бы по 12 часов в сутки. Выходные, считай, пошли на смарку. Шестое место. Трудиться на даче. О да, тут подписываюсь. С детства ненавидел эти ковыряния в земле и до сих пор не понимаю, какое удовольствие старшее поколение получает от того, чтобы стоять по полдня раком возле грядок, а в горете быть сожранным мошкарой. Свои овощи, фрукты, ягодки. Это, конечно, вкусно и прикольно, но, как по мне, они совершенно не стоят тех сил и времени, что приходится тратить на огородничество. Дача хороша, если тусить там с друзьями. Шашлычок, банька, игра вроде литрбола. Вот это я понимаю отдых. Но заниматься садовыми делами или работами по обустройству дома с участком – сущий ад. Кому-то, особенно офисным работникам, может и приятно сменить сферу деятельности и поработать физически на свежем воздухе. Но мне, как и многим нашим подписчикам, не понять этого удовольствия. Лучше сходить в качу и там потратить энергию, а не убиваться на огороде. Пятое место. Задротить в игры. Уж не знаю, чем этот вариант хуже простого сидения дома или круглосуточного сна. Игры – это прикольно, и иногда очень даже приятно потратить на них все выходные, ведь в будни редко получается спокойно зависнуть на несколько часов. Но вообще соглашусь, что отдых сомнительный. Никто же не соблюдает меру, и сидишь весь день, а то и всю ночь. Потом башка болит, и глаза, блин, пекут. Стоит их закрыть, и видишь прохождение своей игры. Каждый раз после такого обещаешь себе больше не задротить настолько долго. Но стоит снова сесть за комп или приставку, и все по-новой. Знакомо же? Признавайся. Фи. Я буду устрелить. Спискинг. Четвертое место. Заболеть. Если все остальные варианты – это, в принципе, личный выбор каждого, то этот, как мне кажется, самый обидный. Какие бы планы ты не строил на выходные, они могут разрушиться, если проснулся с больным горлом, заложенным носом и температурой. Или еще хуже – всю ночь обнимался с белым троном. Аж лучше просто спать, задротить в игры или общаться с противными тетушками, чем это. И ведь, скорее всего, к понедельнику тебе станет лучше. К врачу идти неохота, поэтому ты, как миленький, попрешься учиться или работать. При этом толком не отдохнул, а наоборот, еле живой после болезни. Но из двух зол уж лучше, правда, поправиться к понедельнику, чем разболеться и страдать всю неделю, глотая мерзкие таблетки. В самом худшем случае еще и в больничку можно загреметь. А в свете последних событий не факт, что оттуда выйдешь. Такой себе отдых. Я лучше поработаю, хотя многие подписчики считают иначе. Третье место. Работать. Худший способ провести выходные, это когда у тебя нет выходных. У кого-то бывают внеплановые дежурства, кто-то добровольно берет дополнительные смены, чтобы получить больше денег. Пошел в бухгалтерию жаловаться, а им не вот заплатили. А вам не хватает? Сущие копейки. Но в любом случае, просрать свои законные выходные, это как-то совсем грустно. В студенческие годы у нас некоторые чуваки работали и по ночам, и по выходным, а в перерывах успевали поспать и поучиться. Да, они зарабатывали очень даже неплохо, тем более по студенческим меркам. Но тратить эти деньги было тупо некуда. Ни в кафешку сходить, ни в кино девушку пригласить. Вообще без вариантов. Если не на работе и не на учебе, значит по-любому спит. Бывает иногда соблазн поработать лишний раз, чтобы дополнительно подзаработать. Но по личному опыту скажу, что в большинстве случаев оно того не стоит. Выматываешься так, что уже никакие деньги не радуют. Я уже неделю на работу хожу и ни разу еще туда не пришел. Второе место. Делать домашку. За работу хотя бы деньги платят, а задавать уроки на выходные вообще надо запретить. И так дети слишком много времени в своей жизни проводят за учебой. Должны же быть полностью свободные дни, когда ребенок может почувствовать себя ребенком, а подросток заняться куда более важными для него вещами, чем дурацкие уроки. Все школьники вынуждены тратить на уроки по несколько часов каждые выходные. И когда учился, была такая же байда. Другой вопрос, что я эти самые уроки делал далеко не всегда, но факт остается фактом. Нагружали и продолжают нагружать конкретно. Нашим мамам с папами остается только охать и ахать. Почему это школьникам теперь так много задают? Недаром и дети, и их родители просто ненавидят вечер воскресенья, когда выясняется, что надо было сделать еще какой-нибудь доклад и принести перо из жопы полярной совы для поделки. Да, делать уроки и выходные это жестко. А с какого-то хрена, скажите, пожалуйста, вы задаете детям задание домой с родителями делать? Ну, мне надо это? Уже этого может быть только тот трэш, который прочно занял лидирующую позицию. И это первое место. Учиться в субботу. Я то грешным делом думал, что этот бред наконец отменили. У нас, помню, на год или на два вводили какие-то добровольные дополнительные занятия, но это были не обычные школьные предметы. По литературе вели что-то типа творческих уроков, дополнительно занимались информатикой, обучались основам компьютерной грамотности, как правило, гоняя в контру. Такое еще ладно. Хотя даже ради интересных занятий лень в субботу вставать в 7 утра. Но если у кого-то это полноценный учебный день, то я искренне сочувствую. Ну жесть какая-то. В субботу вечером отдохнул, в воскресенье сделал уроки на понедельник и снова трудовая неделя. Как вообще можно выжить в таком ритме? Учителям-то самим как? Нормально? Мало того, что работать каждый день, так и домашку же они тоже проверяют вечерами и по выходным. Жуть, просто жуть. И с этим согласен каждый третий опрошенный. Распределением мест в топе занимались подписчики нашего паблика ВКонтакте, которые наверняка шарят в том, как можно просрать выходные. А ты согласен с таким вердиктом? Или считаешь, что есть способ и похуже? Тогда пиши об этом в комментариях и не забудь подписаться на канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы Ютуба. Также заглядываем в наш паблик ВКонтакте, ведь там регулярно вместе общаемся, проводим подобное голосование и орем над угарными мемчиками. Продолжение следует...